Привет друзья! Продолжаю показывать мини фигурки лего по тематике в дарк фэнтези, а также рассказываю про мини фиги наборы и серии которые меня интересуют. Сегодня я к вам вот с такой фигуркой. Это магичка, темная предсказательница, еще один из персонажей вселенной лего кастом андет. Собрана из кусков которые я нашурудил у себя в лего сундуке. В руках посох и костяной отросток. Плащ вырезал из куска материала обычными ножницами. На теле звездная роба, на голове редкая крышка. Думал что у меня таких уже не осталось, но одну все же нашел. Уже говорил что я являюсь фанатом лего направлений замков рыцарей средневековья. Первый конструктор лего много лет назад у меня появился именно из направления лего кастл найтс. Где-то в 2016 году преемником классического лего киндом стала новая серия наборов лего нексо найтс. Серия лего нексо найтс имеет тематику рыцарей. То как организована серия нексо и вообще что она из себя представляет мне лично не особо нравится. Но это не означает что она плохая. Однако для любителя классического кастла рыцари с пропеллерами на спине и дополнительными кибер руками выглядят достаточно странно. Футуристические лего кастл эмоции у меня не вызывают вообще. Но это мой узкий фанатский взгляд. Хотя некоторые мини фигурки из лего нексо найтс я взял на переделку и сделал кастомные мини фигурки по темному фэнтези. Нексо найтс изменили концепцию наборов. Теперь лего нексо рыцари сражаются в футуристическом технологическом мире против лава монстров. Выпускники рыцарской академии нексо найтс Клей, Ланс, Аарон, Аксель и волшебник Мерлок сражаются с силами зла в лице бывшего королевского шута джестра. Лава монстрами и монстраксом, бывшим некромантом, оказавшимся в ловушке злобной книги монстров и ставшим облаком. Силы зла, как это обычно бывает, хотят разрушить королевство, а силы добра препятствуют этому. Я держал в руках почти все наборы из серии лего нексо найтс, мне есть что о них сказать. В нексо найтс вроде бы чуть более 50 наборов. Среди них есть как совсем мелкие, в которых чисто мини фигурка некса, плюс какие-то детали по минималке для сбора какой-нибудь тумбы, которая с этой нексо найтс мини фигуркой должна стоять рядом. А есть большие наборы нексо найтс, типа мобильной крепости, логово джестра или королевского замка. Конечно фантастика это шикарное направление, и то что компания лего в этом направлении также движется это неплохо, но зачем было привязывать это к кастлу? Сделали бы отдельную серию нексо, а не нексо найтс. Почему так было сделано? Скорее всего потому что делать серию с нуля сложнее, чем взять уже успешную серию и навесить на неё потуристические прибамбасы. Серия лего нексо найтс получила достаточно большую популярность и уже в первый год выпуска она быстро разрослась. Помимо обычных наборов лего нексо найтс, был выпущен ряд аксессуаров лего нексо найтс, среди которых игрушечные брелки, книги и прочее, даже питьевые бутылки со стаканами, а также запущен мультсериал с собственным сюжетом. Однако популярность лего нексо найтс пришла явно не от фанатов классического лего кастла, коих в мире также немало. Многие, в том числе и я, считают, что серия лего нексо найтс, приговорила серию лего кастла. Для меня, как для фаната кастл, важно, чтобы серия лего киндом жила, но не в таком виде, в который её превратила серия лего нексо найтс. Если ты ещё не подписан на канал, то подписывайся, чтобы не пропустить мои новые самоделки. А если ещё напишешь какой-нибудь комментарий в поддержку канала, то цены тебе не будет, и карма непременно воздаст тебе за это. Спасибо за твоё внимание, друг. До следующей самоделки.